Музыка Многим людям пауки кажутся отвратительными. Примерно 6% людей испытывают к ним дикий ужас. В большинстве своем пауки, конечно же, безобидны. Но есть такие из них, укус которых может убить человека. Именно о таких пауках я вам и расскажу в этом видео. Итак, поехали! Чёрная вдова Вряд ли найдется кто-то, кто не слышал о чёрной вдове. Пауке, который чрезвычайно ядовит. Самка чёрной вдовы поедает самца после процесса спаривания. Укус паука вызывает тяжелые мышечные спазмы и временной спиной или мозговой паралич. А в редких случаях смерть. Все виды пауков чёрной вдовы имеют ярко-красные песочные часы на животе. В то время, как у некоторых также есть другие красные знаки на их теле. Прежде чем удается ввести противоядие, 5% умирают. Чилийский паук-отшельник. Чилийский паук-отшельник обитает в Южной Америке, в Северной Америке, некоторых частей Европы. И, конечно же, в Австралии. Чилийский паук-отшельник предпочитает заброшенные места, такие как Старый Сарай. Тем не менее, он всё же сталкивается с людьми, и его укусы являются результатом таких случайных контактов. Укус чилийского паука-отшельника очень болезненный. Некоторые сравнивают его с ожогом от сигареты. Один из 10 людей умирает от его укуса. Но остальные чувствуют сильную боль и иногда переносят некроз, на лечение которого уходит много месяцев. Сиднейский воронковый паук. У него довольно большие размеры. Вырастает членистоногой до 7 сантиметров. Примечательно, что паук всегда готов к нападению. Если многие другие пауки стремятся избежать встреч с человеком, то воронковый – типичный агрессор. Так что его нужно обходить стороной, чтобы не испытывать судьбу. При укусе этот паук изо всех сил впивается и кусает много раз подряд. Зачастую его приходится сбивать или отдирать от участка тела, в который он впился. Яд самца чрезвычайно ядовит. И при укусе он впрыскивает особо большие дозы яда. Симптомы включают в себя потоотделение, тошноту, рвоту, боль, понижение артериального давления, нарушение кровообращения и отказ дыхательной системы. Шестиглазый песочный паук. Пауки этого вида могут дорасти до 5 см в диаметре, и обитают они в пустынях и песчаных областях Африки. Так же, как и верблюды, эти пауки могут жить долгое время без воды и пищи, по данным исследователей, вплоть до одного года. Шестиглазый песочный паук закапывается в песок и терпеливо ожидает, когда жертва подойдет достаточно близко. Укус этого паука является особенно опасным для человека. Все потому, что яд шестиглазого песочного паука является мощным токсином, который разжижает кровь, приводит к распаду тканей и взывает разрыв кровеносных сосудов. Еще хуже то, что для этого яда и существует противоядие. И, наконец, самым опасным пауком является бразильский блуждающий паук. Этот паук не плетет паутину, он странствует по Южной Америке. Челестоногие любят вползать в жилища людей, поэтому встреча с ним вполне реальна. В 2010 году бразильского блуждающего паука включили в книгу рекордов Гиннесса, как самого ядовитого паука в мире. Он очень агрессивен, вводя во время укуса очень мощный нейротоксин, парализующий дыхание и вызывающий последующее удушье. Другой эффект от его яда – приопизм, вызывающий болезненную эрекцию, приводящую к полной импотенции. Однако яд изучается как возможный способ решения половой дисфункции. Бывали смертельные случаи среди людей даже после того, как вводили противоядие после укуса. На этом все. Хорошо, что природа создала пауков маленькими. Только представьте, если бы они были размером, скажем, с дворовую собаку, тогда поход в лес за грибами был бы настоящим подвигом для нас. Те, кто еще не подписан на канал, подпишитесь, я расскажу вам еще много интересного. А если вам понравилось видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Желаю вам хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!